Друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал Огонь и Мясо! Сегодня приготовлю скумбрию горячего копчения. Приступим! Друзья, по ингредиентам. Сама скумбрия у меня 6 штук. Соль, черный молотый перец и сахар. Как буду смешивать, сейчас покажу и расскажу. Скумбрия замороженная, так как свежую трудно найти. Но если покупаете замороженную, обязательно осмотрите, чтобы она не была лопнутая, чтобы вся была целая, потому что при копчении она еще сильнее будет разваливаться. Для начала подготовим рыбу. Отрезаем голову. Отдаем коту, чтобы он не мешал. И вскрываем саму рыбу. Все вычищаем. Убираем внутренности. Это все еще будем тщательно промывать, вычищать. Рыбу промыл. Я думаю, в этом ничего сложного нет, показывать не нужно. Промыл, убрал все внутренности. Промыл хорошо. И теперь подготовим соль. Здесь у меня 2 столовые ложки сахара. И сюда же отправляем 6 столовых ложек соли. Черный молотый перец. Ну, пол столовой ложки. И все хорошо перемешаем. И теперь берем нашу рыбу. И тщательно солим. И отправляем туда, где на вторую, где будет мариноваться. Лишнюю соль она не возьмет. Поэтому переживать то, что переборщишь, не нужно. И высыпал оставшуюся соль на рыбу. Переживать о том, что она будет соленая, не нужно. Рыба лишнего не возьмет. И вот в таком виде, в принципе, отправляем ее солиться на 2 часа. Скумбрия рыба нежная. 2 часа ей будет достаточно. Друзья, 2 часа у нас прошло. Промыл рыбу под проточной холодной водой, чтобы убрать с нее лишнюю соль. И теперь нам нужно ее просушить. Для того, чтобы просушить, сейчас мы ее обвяжем. Вот так вот. Сейчас покажу, как это делается, кто не знает. В принципе, это делать не обязательно, но так она будет намного красивее и не раскроется от температуры. Обвязываем рыбу. Берем нашу рыбу. Нить специальная для продуктов, которая не горит. Примерно метр. Обвязываем вокруг хвоста. Только не затягиваем сильно. Придерживаем пальцем. И дальше. Переворачиваем на обратную сторону. И вот так вот продеваем. Продолжение следует... Теперь делаем петлю, на которой подвесим нашу рыбу. Вот так она получается. И обвязываем всю рыбу. Ну что, друзья, всю рыбу обвязал, теперь ее нужно просушить. Сейчас мы ее подвесим, и примерно час она у нас будет сушиться. Все, друзья, рыбу подвесил, забываем о ней на час. Через час продолжим. Друзья, для того, чтобы коптить скумбрию, сильный огонь не нужен. Коптить будем практически на углях. Пока у нас скумбрия будет сушиться, как раз огонь у нас перегорит. Продолжение следует... Продолжение следует... Пока у нас прогорают дрова, мы подготовим коптилку, чтобы время не терять. На дно коптилки укладываем фолькл в два слоя. Это не обязательно, потом будет ее проще помыть. На дно коптилки отправляем щепу. Щепы два вида. Ольха, она у нас больше даст цвет. И любой фруктовый абрикос, это уже больше влияет на вкусовые качества. Также, друзья, фольгой оберну поддон для сбора жира. Все с той же целью, чтобы потом легче было помыть. И отправляем поддон поверх щепы. Все, ждем, пока у нас прогорят дрова. И будем укладывать рыбу. Ну что, друзья, огонь у нас практически догорел. Будем укладывать рыбу в коптилку. В комментариях под уткой горячего копчения, сейчас вот здесь появится ссылка, Татьяна Сводцева в комментариях посоветовала мне обвернуть продукт марлей. Указала она то, что цвет будет красивее. Сейчас проверим. Возьмем нашу решетку. И укладываем рыбу. Так, чтобы у нас все поместилось. Сейчас в коптилке еще поправлю. В принципе, все помещается. И укрываем. И отправляем в коптилку. Уложил рыбу. Стенок не касается. Закрываем крышкой. Закрываем. И отправляем на мангал, на огонь. Теперь ждем первый дым из-под крышки. И продолжим. Друзья, как видим, дым первый из-под крышки у нас пошел. Его нужно выпустить. Как обычно, все в глаза. Теперь закрываем. И засекаем ровно 30 минут. Друзья, 30 минут у нас прошло. Снимаем коптилку с мангала. И дадим еще постоять минут 10, чтобы немного остыло и напиталось дымом. Ну что, друзья, прошло у нас 15 минут. Коптилка остыла. Открываем. Марля, как видим, у нас не сгорела. Теперь ее аккуратно нужно. И достаем рыбу. Друзья, ну скажу так. Цвет не хуже, чем в магазине. Друзья, цвет шикарный. Сейчас она у нас остынет, потому что ее нужно есть холодной. И продегустируем. Ну что, друзья, продегустируем. Возьмем вот эту у нас немного. Порвалось. Рыба у нас готова. Друзья, на вкус шикарно. По соли отлично. Рекомендую рецепт. Подписывайтесь на канал. До новых встреч.